Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. Сегодня воскресенье и я собралась в Юрк. Надеюсь, что к моему приезду там останется еще что-нибудь интересное. И перед этим я хочу передать привет своей зрительнице Людмиле из Молдовы. Людмила, спасибо вам большое за то, что вам приятно услышать от меня этот приветик. И всем, кому приятно будет услышать от меня привет или поздравления, не стесняйтесь, пишите об этом под любым видео. Я с радостью передам вам и привет, и поздравлю вас с днем рождения. Для меня самой это большая-большая радость читать ваши сообщения о том, что для вас это приятно. Я в Юге и сразу покажу новиночки, которые привезли. Это волшебные попугайчики. Они тут пока стоят вот в глубине. Их пока не расставили туда, в общий зал. Вот их сколько. Также привезли замечательные глибчики. Сейчас я поближе подойду. Вот так вот я его на свет вытащу. Вот он хороший. Мой попугайчик уже больше года сидит в покупном субстрате. Надо мне его пересадить. Я хочу уже заняться его пересадкой. Тот самый попугай, который у меня переходит в Марию Терезу. Кстати, здесь и Марию Терезу стоит тоже. А еще я удивилась, знаете чему? Потому что у этих попугайчиков цветы довольно крупненькие. Намного крупнее, чем вот у моего попугайчика, когда я его покупала. Что с кустиками? Ну, кустик. Вот этот кустик вот я взяла, например. Хороший, отличный кустик. И на зимной части его крышочки имеются. Ну, это надо уже брать. Просто вымирать. А сейчас просто я покажу вам, что привезли. Дикие кот-коты привезли. Ой, да они красавцы. У моего котика два цветочка домашних еще цветут. Радует меня. О, тоже большой, хороший кустик с крышунками. Ну, то есть, вот я показываю то, что я прям вот взяла. Это показываю. Вот, что тут. Сами их тоже тут. Здесь имеется еще достаточное количество кустиков. Этот беглипчик похож на ход кису. Мне кажется, это даже он. А, кстати, вот эти беглипы и дикие коты, они по 1250. Попугачки по 650 сейчас идут. Вот они, какие хорошие кусты, лилочки. Прям. Ну, дороговато, конечно, от 1250. Я бы взяла, если это ход кис, мне кажется, это он все-таки. У меня есть ход кис. Он растет, хорошо растет. Ну, пока он зацветет, я бы с радостью взяла уже такой вот взрослый вариант цветущий. Отцвечивает. Ой, сейчас. Я сейчас попробую другой кустик взять. А то тут клееночка прям не нацвечивает. Так. Так. Телекточек в глубине находится у того экземпляра. Например, вот этот вот. Потому что красота. Писатище. Волшебный, волшебный цветочек. И в полуроспуске вот цветочек волшебный тоже. Ну, какие все, ну, чудо. Просто чудо. Ну, вот он, и вот этот кустик вот я взяла тоже. Кусти крепенькие, хорошенькие. О, какие-то рисунки. Пока вот они все вот тут вот в глубине стоят. Но я думаю, что их еще достану, еще поставят, поставят еще на видное место. Здесь мультифлоры, беленькие, розовенькие, вернее, такая фиолетовая. Еще привезли. Вот их зал шатин. Обычно вот сюда они ставят все самые интересные, самые новиночки. Ну, их еще и библи, бы все это еще достану. Вот такие вот мультифлорочки привезли. Тоже очаровательные. С очень компактными кустиками. Вот какие хорошие. Кустики прям компактные. Это там мусор забился. Вот он. Чудо. Это просто чудо. Это большие фаленопсисы, которые тоже 1250 стоят. Большие, в смысле, крупные кусты. И в больших, уже в больших горшочках. Чудо. Какое у него цветение пышное. Аж перевешивает. Изумительное цветение у него. Просто волшебный фаленопсис. И этот очень крупноцветковый. Так, здесь стоят камбрии. Кстати, кстати, камбрии стоят, да. Камбрии. Вот дает цена тут написано 450 рублей. Такая пшениненькая. Позади стоит. Я так думаю, что это мельтаний дюм позади стоит. Так, сейчас я его достану. Далековато стоит. Вот он. Тоже темно-темно-коричневые цветы. Очень красивый. Кстати, очень хороший пустик. Тут губочка одна немножко вот подрытая. Но я думаю, что это можно просто, может, вырезать, что ли. Ну, вообще пустик хороший. Или одурочки имеются. В прошлую неделю я не смогла приехать. Не смогла снять обзорчик. Видимо, что-то, может быть, здесь в прошлой недельке стоит. И вот какая тут стоит красота. Вот он какой. Шикарный. Я даже уже положила глаз, если честно, на этот фалинопсис. Очень красивый. Очень. Люблю я такие вот фалинопсисы с каемочками такими вот. С окантовкой. И он вот в таком, в такой обложечке. Если его покупать, то надо достать, посмотреть. Достать его из этой картонки. Посмотреть, что там с корешочками. Вот и Марита Реза стоит. Мне интересно, чем мой попугай зацветет уже. Следующие цветения, каким будет у него. Потому что у него цветы были половина попугая, половина от Мариты Реза. Вот такие вот рыжие. А один цветочек, один-два цветочка. Были 50 на 50 лепестки попугая и такие рыжие. Интересно, что будет в следующий раз. Вот, кстати, вот еще какая прелесть цвет. Сейчас я поверну. Их тут три вижу таких. Вот. Они крупноцветковые. Такая красота. Я впервые вижу такую расцветку. Сейчас посмотрю, может, какое название есть на горшочке. Так. Крешочек есть. Нет, название не вижу. Не вижу. Прозвание. Но фаленопсис очень красивый. Не могу достать. Не могу достать такого красавца. Вот тут рядышком стоит. Тут я вам покажу. И вот позади этого фаленопсиса тоже стоит вот такой вот розовый полосатик. Такие вот... Ой, у них уже цветоносы в них смотрят немножечко. Вот. Вот так вот достану я его. Вот. Он пепельно-розовый. Это новый завоз. Они еще с бутончиками стоят. И у них вот такая вот обложечка. Черненькая. Там в оценочке есть дендрофаленопсис. Который не белыми, но такими желтенькими цветами цветет. Даже не желтеньким. Но оно цветает, выцветает, становится почти белым. Он у меня мелькает в других обзорах из юга. Но там всего две бульбочки. Всего две бульбочки. Если его покупать, если он пойдет в рост, я не знаю, сколько его выхаживать придется. Вот они, красотки. Но это не варигатная. Это обычная зеленая чайни. Не варигатная малышка. Беленькие стоят рядышком. Вот такая розовенькая красота. Тут что-то с совсем мелкими цветочками. Ой, совсем мелочь. Такая мелочь, что камера не фокусируется. Эти бульбочки в разные стороны смотрят. Поймать бы их. Надо ее вперед поставить. Тяжело вот одной рукой. Одной рукой снимаю, тяжело. В камеру вяжу, а другой ставить тяжело. Ну вот эта красота на сегодня. Ну мне, конечно, понравились. Понравились многие экземпляры. И этот понравился. И этот понравился. Так, где он? Так, чтобы на него вкусняться. Вот. И попугайчика тоже хотелось бы с попугайным цветением. Ну вот попугайчик меня смущает тем, что он выцветает. Он прям прилично выцветает, этот желтый цвет. Меня сейчас только это останавливает. Какие у него крупные цветы, у этого фалинопсиса. Это он крупнющий. Боже мой, какие крупные цветы у гипиаструма. У него цветонос, наверное, полметра. Вот посмотрите, крупноцветковый белый фалинопсис стоит и цветок гипиаструма. Это не сравнить просто. Вот моя рука. Просто не сравнить. В размеры. Вот еще красавица. Зелененькая. Панды нет на этот раз. Вот такой крупноцветковый панды, у которого название еще идет и с номером, который мне нравится. Белая с бордовым крапом. Хочу еще раз вернуться к той красоте. Не могу я его забыть, что он сцепается. У меня бывает 12,6 литра, поэтому у нас все больше. Вот такой хорошенький. Прям вот какая-то что-то такое интересное. Вот цветочек какой-то у него один, вижу. Не стандартный. Попугай-мутант тоже. Так, сейчас я... Сейчас я попробую его достать. и посмотрю, что у него с цветочками. Мне показалось, что они... А, их, наверное, кто-то поел. Может, рипс, может, не рипс. Может, гусеничка, как вчера, позавчера, вернее, в Азоре из Геро. Это я подумал. Я уж подумала, что у него цветочки не там. Ну, это в любом случае, конечно. В любом случае, когда покупаешь цветочек, он должен пройти карантин, обработки. Потому что могут быть и насекомые, как безобидные, так и паразиты. Самый хороший метод, способ иметь под рукой октару. Всегда иметь октару, чтобы всегда обработать цветочки. Но если ничего такого нет, то помыть. Помыть, удалять вручную, мыть на зеленом мылом и с любым мылом листья промыть, не цветы. Цветы-то повянут. Ну, цветоносы... Многие рекомендуют срезать цветоносы и бутоны, потому что трипсты, они вот особенно любят откладывать личинки. Если есть, то и в цветоносах очень любят. Потому что бутоны вкуснее, чем листья. Если есть цветы, вот они в бутонах откладывают свои яйца. Поэтому рекомендую цветоносы удалять. Ну, в любом случае, не отчаивайтесь, если вдруг что-то такое у вас завелось. Это систематические обработки должны быть, Ну, конечно, когда коллекция большая, надо следить, постоянно бдить. То есть, надо всегда быть на чеку. Вот утиночки. Вот этот Нобили. Ой, Кирчик. Вот он, этот Нобили. Такой лимонный даже цвет. Ну, здесь половина бурбочки. Не знаю. Брать, не брать. Ну, не, не хочу, не охота мне выхожу. Так вот, честное слово, так не охота. Столько у меня и детворы малышни. А, забыла это показательное. И реанимашек всяких разных. Что-то не хочу еще одного. Вот она красотка стоит, Клеопатрочка. Красавица. Что с пустиком? Пустик, пустик большой. У-у-у, и корешочков полно. Отличный пустик Клеопатрочка. Клеопатрочка. пятнашечка. Полосатик. Не очень нравятся такие полосатики. Пустя пусташки, полосатики, каменные нравятся. Все они прекрасны. Каждый по-своему. Оль, там что-то вот луковичное стоит. Красивое. Гиацинка. Да, там вот гиацинк. Красивое. Гиацинк. 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 Ну, это стандартно розовенькое. Ну, вот такая красота. Какие тут кашпо. Всякий раз люблю я такую керамику. Здесь много всяких разных кашпо. Керамических, и пластиковых. Там даже пластиковые все. удобрения. Здесь все можно купить. Вот и гора есть. Даже кокосовое волокно. Гора сосны. Так, а кору сосны не а вот 45 рублей вот такой вот 0,7 кокосовый чипс 60 рублей. Еще какой-то субстрат для орхидеи вижу. Ой. Ну, тут уже мелкая такая кора. 50 рублей. А здесь литр, объем литр. Грунты или грунты. Не знаю, как правильно. Надо разобраться. Так, а это что такое вот? Это какие-то а ну это а держатели всякие. Крепежные всякие устройства. А то я уж подумала, ну в принципе можно и так использовать. Написать название сюда вот приклеить скотчем, как я это дома делаю. И воткнуть горшочек с циточком. все буду с вами прощаться. Надеюсь обзорчик был для вас интересным. Всем пока, всем до новых видео. гостей. Редактор субтитров Продолжение следует...